Новое восточное кладбище Бавруйска, 10 по счёту, откроется уже в этом месяце. Участок свыше 8 гектаров вдоль Могилёвского шоссе рассчитан на почти 9 тысяч мест. Территория разбита на ряды для могил. Сделаны здесь и дорожки. Ещё предстоит положить асфальт и доделать забор. Здесь мы установили здание администрации, контейнерную площадку для сбора отходов, также общественный туалет. И начинаем уже разбивать сектора, чтобы уже в ближайшее время начинать здесь производить захоронения. Предусмотрена на месте и работа ритуального магазина. Территорию оборудуют системой видеонаблюдения. В перспективе также создание колумбария, хранилища урна с прахом. К слову, Бавруйск – второй город в стране после Минска, где появится свой крематорий. На шинные пять строительство началось ещё в прошлом году. Сейчас здесь остаются последние штрихи. Планируется, что в январе-феврале 2021-го здесь уже откроется ритуальный магазин и начнётся производство памятников. В связи с пандемией границы закрыты, решается вопрос по приобретению печи, которую уже одну мы посмотрели, это Чехия делает, одна американская печь. Но ещё есть варианты, которые мы должны изучить, и которые для нас будут подходить и по качеству, и по цене. И после этого тогда уже начнём её монтировать. В данном здании находятся два ритуальных зала. Один маленький семейный, один большой. Находится большой офис, там, где будут приниматься заказы, где будут находиться продавцы. Также две комнаты находятся здесь для посетителей. И, конечно же, есть комната, где моют, одевают покойников, будем так говорить, холодильная камера. Кремация широко распространена в европейских странах. Там бобруйские специалисты и перенимали опыт ещё до начала строительства. Ежегодно такое вид захоронения набирает популярность и в нашем государстве. Впрочем, кремацию Русская Православная Церковь допускает ещё с 2015-го. Здесь мнения людей и разделились. Как вы относитесь к кремации? Ваше мнение. Ну, плохо, плохое. Почему плохо? Кремировать, ну, не знаю, надо хоронить, наверное, думаю. Почему? Как-то это не по-человечески там всё-таки. Как-то против традиции идём. Ну, нормально, в принципе. Если из моих близких кто-то оставит завещание, чтобы его кремировали, почему нет? Последнее слово. Как вы вообще относитесь к кремации? Нет, не очень, отрицательно. Чтобы лучше крематорию подхораниваться, всё. Как вы вообще относитесь сами к кремации? Очень положительно. Сегодня в Бобруйске практически переполнены все девять кладбищ. Центр ритуальных услуг уже получил одобрение от Бобруйского госполкома, чтобы возвести специальную стену, где будут находиться ниши с урнами. В перспективе и замена старых заборов вокруг Минского кладбища. На их месте и будут стоять те самые ниши. К слову, в городе уже есть один семейный колумбарий. Мария Бересневич, Максим Галёнко, Бобруйск, 360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова